Всем огромный привет! Сегодняшнее видео будет, что лежит в моей косметичке. В косметичке моей находится все, что мне необходимо на каждый день. То есть, если вдруг исчезнет все и останется только она, то мне, в принципе, этого вполне хватит. Или если нужно будет резко куда-то уехать, нет времени на сборы, то, в принципе, здесь все самое необходимое. То, чем я пользуюсь каждый день. Косметичка у меня от Louis Vuitton, достаточно вместительная. То есть, туда можно положить даже какие-то спреи для волос или крема. По размеру все поместится. Итак, приступим. Первое, что мне попадается в руки, это вот такая вот тональная основа от MAC. Она очень матовая. И она средней такой плотности. Я всегда думала, что мне нужны именно матовые основы. Но что-то в последнее время как-то мне чересчур матово все. И хочется немножко какого-то блеска. Ну, не блестящее, чтобы было лицо, а немножко с таким сиянием, переливом, не знаю. Я ее смешиваю с вот таким вот кремом от Alverde. Это увлажняющий крем с оттенком. В общем, я мешаю тональную основу с этим кремом и получается самое то. Дальше, что у меня здесь лежит, это бронзер от MAC. Я в него просто влюбилась. Вот так вот он выглядит. Give Me Sun называется. И он тоже супер естественный. Когда я его наношу, меня потом все спрашивают, ты что, загорала где-то? Я говорю, да, да, загорала. На самом деле это все делает этот бронзер. Его как бы видно и не видно. Видно, что что-то есть, как будто ты загорел. Но именно, что это косметика, если не переборщить, то незаметно. И пользуюсь я им в последнее время каждый день. И это просто я в него влюбилась. Следующее, что мне попалось, это вот такой вот мини-мини-мини, супер мини кремик от Clinique. Это пробничек для глаз. В принципе, для глаз не так уж много надо. Поэтому, я думаю, мне этого даже пробничка где-то на месяц хватит. Я его наношу перед тем, как делать макияж или с утра. Следующая из моей косметички, это вот такая вот база или праймер от Guerlain. С такими кругляшками внутри. Типа такие мини-метеоритики в какой-то жидкости. В общем, когда ее наносишь, она дает такой легкий, вот именно не блеск, а такое легкое сияние. То есть, наношу я перед тем, как нанести тональную основу. И основа потом держится лучше, и как-то эффект красивее. Я не знаю, может быть, я себе это накручиваю, но я очень давно хотела эту штуку попробовать. Пока что она мне нравится, я ей не так давно еще используюсь. Ничего плохого сказать не могу. Ее я использую вместе с вот этой штукой от Benefit, который уменьшает поры. Но он уменьшает это не навсегда, скажем так, это не как ходовая косметика. То есть, у меня есть, я недавно купила от Clinique, еще не пользовалась. Это чисто уже уходовый крем, который должен уменьшать ваши поры. Этот же уменьшает только, создает видимость. То есть, перед тем, как наложить тональную основу, он делает матовым ваше лицо, абсолютно гладким. Трогаешь, как будто бы свечку, то есть, он как воск ложится и забивает поры, и их не так видно. Вот их я вместе в комбинации использую, и потом уже тональную основу. И действительно, я замечаю, что я хожу весь день, и у меня где не жирнится, что обычно всегда происходит. А вот с этими двумя штуками лицо держится матовым весь день. Дальше идет от MAC вот такой вот хайлайтер. Называется Soft and Gentle. Я думаю, у многих он есть. Ну, классный, мне нравится. Я его наношу только здесь. То есть, нигде больше, потому что он очень такой сияющий или блестящий. То есть, если где-то нанести еще, это будет уже чересчур. Но вот здесь немножечко так вечером или ближе к вечеру. Да, даже можно иногда и днем. Очень-очень мне нравится. Следующий это тушь. Хотела сказать помада. Но это тушь от Maybelline. Мне нравятся эти туши. Я уже покупала их вот именно вот такой вот формы от Maybelline. Они есть и желтые. Я не помню сейчас все названия. Ну, вы наверняка знаете. Там есть и желтый, и синий, и черный. Они вот сиреневые или что это, фиолетовые. Они долго не высыхают. Ну, как долго, относительно. Пойдет. Кисточки. Я люблю вот такие вот толстые кисточки. Я в основном тушь выбираю по кисточке. Мне должна быть она не маленькая, не большая. Такая средняя и объемистая. Я не люблю какие-то тонкие или круглые, или... Не знаю. Вот эти кисточки мне очень нравятся. И тушь тоже. Хотя мне, в принципе, трудно не угодить с тушью. Редко у меня попадалось, что какой-то тушью я была недовольна. Вот именно тушь мне всегда подходит почти любая. Я не знаю. Нормально ложится у меня все на ресницы. У меня вроде бы с ресницами проблем нет. И любая тушь на них смотрится нормально, как по моему мнению. Дальше опять продукт от MAC. В последнее время пользуюсь этими румяшками. До этого очень долгое время пользовалась от Catrice. Такими персиковыми. Очень они мне нравились. В принципе, как раз летний тон. Но что-то они мне поднадоели уже. Я им реально, может быть, год каждый день пользовалась. И вот решила на смену взять вот такие в оттенке Melba. Я не знаю, как передается цвет. В общем, какой-то холодный, темно- или старо-розовый цвет. Какой-то вот такой. Но смотрится очень естественно. Мне нравится. Тоже пользуюсь ими каждый день. Следующая незаменимая часть. Сразу три продукта для бровей. Честно говоря, искала-искала. Не могу пока найти замену вот этим вот простым, но глубоко моё любимым продуктами. Вот такой вот карандаш от Essence для бровей в оттенке Zoff Blonde. Это уже у меня где-то четвёртый карандаш. До этого у меня были то, они мне были тёмные, то они были какой-то уходящий в красный оттенок. Наконец-таки я нашла именно то, что подходит мне. Он такой русый, немного сероватый оттенок и по консистенции такое ощущение, что тоже немножко как будто воском рисуешь. То есть я сначала оформляю брови этим карандашом. Расчёсываю всё основательно. Далее идёт вот такой вот тени от Essence. Тоже в оттенке такого же, как этот карандаш. То есть русый и вот этот чуть-чуть темнее, а этот чуть светлее. Я их мешаю, получается супер. Супер оттенок, потому что я не могу ничего другое найти. Мне всё или тёмное, или уходит в красный цвет. В общем, далее я рисую этими тенями и являюсь обычным гелем от Catrice для бровей. Чтобы они весь день держались и никуда не усползли. Следующая в моей косметичке это вот такая вот пудра от Chanel. Выглядит она непрозрачно, но у неё есть такой немножечко оттенок. Но совсем-совсем слегка и очень хорошо монтирует, на мой взгляд. Ничего плохого сказать не могу. Закрепляю ей макияж и довольна я. Дальше идёт бальзам для губ от The Body Shop. Запах. Я обожаю такой запах. Я не знаю, тут не написано запах. Ну вот нарисована вот эта вот штука. Это шея. Как-то так я, честно говоря, даже не знаю, что это такое. Но запах у вот этой штучки, которую я вам показала. У этого фрукта, зерна или что это такое, я не знаю. Просто обалденный. Немножечко чем-то напоминает какао отдалённо. Но просто у меня есть такие крема для тела. В общем, всё, что пахнет так, я беру не раздумывая. Даже не смотрю, что это. Если так пахнет, я сразу беру. В основном с таким запахом именно какие-то масла. Вот масло для губ, масло для тела. Вот именно масляная консистенция. Нормально увлажняет губки. Не супер, конечно, самая моя любимая это кармекс. Кто бы что ни говорил, что-то есть лучше или не лучше. У меня бальзамов очень много. И лучше кармекса, я не знаю, я уже испробовала всё. Но на мой взгляд, кармекс сам, он именно лечебный. То есть, если у меня реально потресканные губы, то кроме кармекса мне ничего не помогает. А если они в нормальном состоянии и просто немножко суховат, и нужно увлажнить, то, в принципе, подходит любой крем, любая помадка увлажняющая или маслица, как в этом случае. Но ещё и со вкусным запахом. Следующая, это необходимая вещь моей же косметички. Это консилер от MAC Pro Longwear в оттенке NC20. Он у меня есть такой же в сухом состоянии. Я не знаю, как его наносить, когда он такой твёрдый. Мне больше нравятся жидкие консилеры, поэтому пользуюсь им. Далее идёт блеск от Dior. Он сейчас у меня на губах. Хотя, я думаю, уже его и не видно. В губах он более прозрачный, немножко с розоватым оттенком. Очень мне нравится. И в основном я его наношу на какую-нибудь помаду, если мне хочется немножко, чтобы блестели губы. Предпоследняя вещь моей косметички – это помада от MAC. Я, наконец-таки, нашла оттенок, который идеальный, который я обожаю. До этого я смешивала две разные помады – розовую с оранжевой, чтобы получить такой персиковый оттенок. И, наконец-таки, нашла вот это прям то, что нужно. Да, и им я тоже пользуюсь каждый день. И днём, и вечером сказать больше нечего. И последний продукт моей косметички – это вот такой вот карандаш от Pitswai. Называется Open Up Your Eyes Illuminator. Как-то так. Для уставших глаз наносится он на водной линии или в уголке глаза. Ну, на водной линии я его не наношу, но в уголке глаза всё время. Чем он не нравится? То, что он матовый. Да, то есть, если наносить какие-то белые тени в уголок глаза или ещё что-то, в основном это блестит, и днём как-то для меня это чересчур много. А этот, он такой нежно-розовый, но он не смотрится розовым, но реально так немножечко приоткрывает глазки. Я наношу его всё время в уголки. Он не блестит, то есть не переливается там на солнце, а просто немножко открывает глазки. И я действительно им пользуюсь каждый день. Он у меня уже очень давно, за всё время я его поточила только один раз. Он не скончаемый. Он тут достаточно толстый, поэтому, ну, представьте, наносить только раз, два и всё. Особо-то продукты не тратятся. Я думаю, у него ещё на год хватит, если он не испортится. Ну и всё. В косметичке ничего не осталось. Всё, чем я пользуюсь каждый день, я вам показала. Надеюсь, вам это видео понравилось или было полезным. Продукты, все, которые я вам показала, напишу в инфобоксе. Если кому-то что-то было интересно, можете заглянуть туда. И всё. Увидимся в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok